Армения крышует российского рэпера, Гуф и Птаха, в ком больше армянского. Одного из рэперов отец армянин, а мать, азербайджанка, второй известен тем, что записывается с армянами и поет про них песни. В Санкт-Петербурге 6 февраля прошел долгожданный и уже нашумевший рэп-баттль между двумя знаменитыми российскими рэперами, бывшими участниками культовой хип-хоп группы Чентр Гуфом, Алексей Далматов, и Птахой, Давид Нурев. В рамках творческого поединка помимо продиктованных жанром взаимных оскорблений всплыл и маленький намек на армянское покровительство Гуфа. Это оказалось далеко не первым армянским эпизодом в жизни и хип-хоп творчестве как одного так и другого рэпера. В третьем раунде баттла Птаха заявил, что Гуф украшует Армения. Кстати, я слышал, Лешу теперь крышует Армения. Как странно, ты же не любишь приезжих. Гуф жив? Саблистка Яна Игорян поразила дерзким образом. Это далеко не первое упоминание связи Гуфа с армянами. Несколько месяцев назад в сети появилось видео, на котором Гуф вместе с армянскими друзьями, на видео вместе с ним известный в Армении исполнитель Нарек, поет знаменитую армянскую песню Овсерун-серун. Также у Гуфа есть песня «Мой друг Армянин», где рэпер рассказывает историю бывшего лучшего друга. В песне также используются армянские слова и имена. Алла, тетя Сусанна, Баривдзес, а можно Армана. А еще в сети есть короткий речитатив под ритм некоего армянского битмейкера по имену Мика, в котором Гуф произносит армянские слова вон сэс. Камац-камац, шнаракалутюн, цте-су-цун и так далее. Внимание! В записи присутствует ненормативная лексика. Отметим, что в биографии Визави Гуфа, Птахи, также известен как Шизакрыл, Зануда, Грач. Также есть армянский элемент. Отец Давида Нуриев Армянин, а мать – азербайджанка. Я с 9 лет живу в Москве. Уехали, потому что война началась. Мой отец Армянин, рассказал как-то рэпер, говоря о том, где родился и почему покинул город Баку. В творчестве Птахи присутствует песня «Геноцид», которая стала яблоком раздора для пользователей от форму Фрунета. Азербайджанские пользователи утверждают, что она описывает хаджалинские события, тогда как Армянин считает ее посвященной геноциду Армян. Споры и трактовки не прекращаются из-за нейтральной позиции в тексте, где Птаха не называет народы и даты, а осуждает геноцид как таковой вообще. А кто посмел лишить ребенка радости? Кто посмел сделать миру столько гадости? Господь скажи за что людскому роду вечная война ты создал нас, зачем пустил против себя?